Семья Ирошевичей на прогулке во дворе. Мама Ирина, 12-летний сын Илья, 7-летний Женя и дочка Вера. Ей 3 года. Женщина училась на воспитателя, рассказывает, профессия стала образом жизни. Многодетная мама особое внимание уделяет развитию детей, записывает на секции и кружки по интересам. Считает своим долгом обучить и поставить чат на ноги. Тем более, когда есть помощь со стороны государства. Детки в школе получают бесплатное питание. Ребенок младший получает 50% питания. За скидкой в садике. В музыкальной школе детки тоже воспитываются и обучаются бесплатно. Семья Ирошевичей, как и другие многодетные, смогли построить жилье практически за бесценок. Получили субсидию. 95% стоимости погасило государство. Площадь квартиры 56 квадратных метров. Большая прихожая, две комнаты. Родители будут в зале, из спальни сделают детскую. Кухня 9 квадратов с выходом на лоджию. Санузел раздельный. 6 января расширили список услуг, на которые можно досрочно потратить материнский капитал. Многодетные семьи могут направить средства на медицинские услуги, улучшение жилищных условий и оплату образования. Начиная с 1 августа 2020 года, мы будем выплачивать по государственной программе материальную помощь для подготовки детей к школе. То есть эта помощь будет составлять 76 рублей 57 копеек на каждого ребенка. Если в семье рождается двойня, то есть двое и более детей одновременно, соответственно, предоставляется няня в семье. Потом, значит, данная семья имеет право на бесплатное обеспечение продуктами питания первых двух лет жизни. Отдельное внимание властей детям до трех лет. С 1 августа очередное повышение пособий. Ежемесячная выплата на первенца увеличится до 427 рублей, на второго и последующих до 488. На ребенка-инвалида до 550 рублей. Эти выплаты будут действовать до 31 января. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.